Денис Фаткулин Всем огромный привет, мои любимые и дорогие подписчики! С вами Денис Фаткулин и вы на моем канале. Сегодня мы будем готовить очень вкусное заварное пирожное. Называется оно пирожное шу. Также их еще называют шукеты. Будет у нас пирожное с кракелином. Кракелин, крамбон еще называют. В общем, это все одно и то же. Такие заумные и очень красивые слова. На самом деле, вы не пугайтесь. Это очень вкусное, обычное, простое заварное пирожное. И в начале ролика я сразу хочу поблагодарить вас, мои дорогие и любимые подписчики, за то, что вы у меня есть. Я читаю ваши все комментарии. Я по возможности отвечаю на все ваши комментарии. Ставьте лайки. Спасибо вам за лайки. Кто еще не подписался, обязательно после видео подпишитесь на мой канал. Итак, приступаем. В первую очередь мы будем делать хрустящий слой. Называется он кракелин. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно в чашу смешать, значит, муку. Я... Половину в описании я оставлю вам под видео рецепт на целую порцию. Значит, что нужно нам для кракелина. В чашу я отправляю муку. Я ее заранее уже просеял. Отправляю сахар. И отправляю сливочное масло. Сливочное масло у меня такое, оно холодное, но не совсем. Вот видите, оно прекрасно так разминается. Так, сюда его отправляем. Можно его порубить заранее, если оно у вас, ну, как бы остывшее сильно, холодное. Так, значит, сюда отправили все. И отправляем ванилин или ванильную эссенцию. У кого что есть. Если у вас нет, можете отправить туда ванильный сахар. Это тоже будет вкусно. Значит, я отправляю... Вот у меня ваниль. Так вот, немножко брызнул я. Это будет очень вкусно, когда пирожные у нас испекутся. Верхний слой кракелина будет очень вкусно пахнуть ванилью. Так, значит, это все сделали. Во-первых, по поводу слова значит. Я читаю комментарии. Да, оно у меня вылетает очень часто. Но пока ничего с этим поделать не могу. Думаю, это опыт и со временем он обязательно появится. Так что прошу прощения, если буду часто повторять одинаковые слова. Кракелин у нас будет, значит, красного цвета. Верхний слой. Мне нужно отправить сюда красный краситель. Сюда можно отправить любой краситель. Или гелевый, или жирорастворимый. Вот я буду использовать... У меня есть жирорастворимый краситель. Вот, я сейчас сюда его добавлю. Буквально три капельки я добавил. И теперь все это дело нужно размять руками. Вот такой кракелин. Получается, я его сделал нежно, такого красного цвета. Он такой розоватый, я бы даже больше сказал. Но это будет отлично. Цвет раскроется, когда будет пирожное находиться в духовом шкафу. Значит, что нужно теперь сделать? Я взял вот такой обычный полиэтиленовый пакетик. Разорвал его на две части. Вот так вот делаем. Можно использовать пергаментную бумагу. Но я вот почему-то предпочитаю вот так вот пакетик. Так, теперь отправляем сюда кракелин. Так, на улице у нас дождик идет. Весна полным ходом. Так, значит, вот так сделали. Теперь накрываем. Так, и распределяем. Я уложил, значит, кракелин между двумя полиэтиленовыми пакетами. И теперь нужно его раскатать скалкой толщиной 2-3 миллиметра. Толще катать не нужно, иначе пирожное шу плохо поднимется. Значит, берем скалочку и обычно раскатываем кракелин. После того, как раскатали кракелин, перекладываем его на какую-нибудь дощечку. Я использую разделочную доску. Вот так вот. Вот такой тонюсенький, видите, слой сделал. Перекладываю. И отправляю в морозильную камеру где-то минут на 40, чтобы он хорошо у нас проморозился. Вот. Больше не нужно, я думаю, этого будет достаточно, потому что толщина кракелина небольшая. И пока остывает кракелин в морозильной камере, хорошо так замерзает у нас, я приготовлю заварной крем. У нас сегодня в пирожных будет заварной крем со взбитыми сливками. Он безумно вкусный, вообще просто закачайтесь. Что нам нужно делать? Делается все очень просто. В сотейник или в ковшик, и кому угодно, как можете назвать это, или в кастрюльку с толстым дном. Мы отправляем молоко. И если будете использовать ванильные стручки, то в этот момент можно положить сюда в ваниль. Я буду использовать эссенцию, поэтому я добавлю в сахар, когда буду замешивать. Отправляю теперь этот сотейник и довожу молоко до кипения. Как только появляются пузырьки, сразу же с огня убираю. Молоко нагревается на плите. Я, значит, сейчас приготовлю основу для заварного теста. Я отправляю, значит, желтки. Отправляю сахар смешиваться. И крахмал. В рецепте я использую кукурузный крахмал, и вам тоже рекомендую. Поэтому отправляем сюда крахмал. И все хорошо размешиваем. Когда все ингредиенты для заварного крема соединили, в этот момент я отправляю сюда ванильную эссенцию. Можете любой другой ароматизатор. Вот так вот немножечко. Так. Еще раз я перемешаю. Молоко нагрелось у меня в сотейнике. Вот оно закипело. Значит, теперь я тонкой струйкой, прям не прекращая помешивать, вожу к нашей заварной основе. И хорошо все перемешиваем, чтобы у нас желток не успел завариться. Вот так вот. После того, как сюда отправили, значит, молоко, я все перемешал. И обратно переливаю все в сотейник. В сотейник. Вот так вот. И опять отправляю на плиту. И довожу наш заварной крем до загустения. Значит, заварной крем, основа у меня загустела. Вот смотрите, вот до такого состояния. Смотри, она блестящая такая прям. Основа густая получается. Видите? Вот. Теперь я ее остужаю. Переложу сейчас в миску. И буду остужать до температуры примерно 60 градусов. Как только масса достигнет температуры 60 градусов, я добавлю туда сливочное масло. Я перекладываю заварную массу вот в такую миску. Специально взял ее побольше, чтобы распределить заварной крем по краям, чтобы он быстрее остыл. Вот так вот его распределим немножко. И подождем, пока он у нас остынет до температуры 60 градусов. Я отправил к заварной основе сливочное масло. Все размешиваю до однородности. Для чего нужно сливочное масло, значит, в заварной основе? Для того, чтобы крем наш получился достаточно плотный. Вот, смотрите, венчиком очень прекрасно соединяется сливочное масло. И вот такая эластичная, блестящая. Ну, это заварной крем уже у нас. Не то, что основа. Это заварной крем. Самый настоящий заварной крем. Но мы его будем делать, как я уже говорил, со взбитыми сливками. Значит, распределяем по миске. И даем ему хорошо остыть. Можно прикрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник до остывания. Пока будет остывать крем, мы с вами будем готовить сами пирожные шу. Кто не знает, как накрыть пленкой в контакт, объясняю. Значит, берем пленочку, опускаем ее и прижимаем вплотную к крему. Чтобы между кремом и пленкой не образовывалось воздуха. Вот это называется пленка в контакт. А то везде заумные слова такие, сразу никто, может кто-то не понять. Поэтому, чтобы было все понятно. Вот так вот я отправляю заварной крем в холодильник остываться. Теперь готовлю заварное тесто. Что нужно? Значит, в ковшик или в сотейник опять отправляем молоко. Следом отправляем воду. Готовим заварное тесто. Значит, в сотейник или в ковшик, кому как угодно, отправляем воду. В первую очередь отправляйте всегда воду, тогда молоко не будет прикипать. Значит, потом молоко, сливочное масло и вот здесь у меня соль, сахар. Значит, я положил по пол чайной ложки, но в рецепте указано по одной чайной ложке, потому что я готовлю сегодня половину порции. Значит, все это сюда отправляем и доводим до кипения. Молоко закипело, и я сразу же сейчас вбухиваю всю муку, которая указана в рецепте. Так, отправили, хорошенько венчиком все размешиваем. Все промешиваем, чтобы у нас не осталось непромешанной муки. Вот так вот. И теперь массу отправляем на плиту. Еще прогреться 1-2 минуты. Я прогрел заварное тесто еще раз на плите. Обратите внимание, вот такие вот пузыречки, вот такая пенка должна получиться в сотейнике. Значит, у нас влага уже испарилась лишняя. Теперь я перекладываю все в отдельную мисочку. Я переложил тесто в отдельную миску. Теперь вот так вот распределяю по стенкам, чтобы тесто стало теплым, чтобы оно остыло, было не горячим, а стало теплым. Вот так вот распределяем, чтобы слой был тоньше. После того, как тесто остынет заварное, я буду добавлять сюда яйца. Ждем. Тесто, значит, остыло. Я вот его трогаю руками. Оно такое теплое прям. Оно не холодное, оно теплое. В этот момент, сейчас я буду добавлять сюда яйца. Буду вводить по одному, потому что если все сразу мы сюда отправим, то тесто у нас вообще расслоится, и я потом его замучаюсь перемешивать в единую массу. Значит, вот так вот половину отливаем и размешиваем до однородности. Еще раз повторяюсь, почему так немного теста, потому что я готовлю половину рецепта. Вам оставлю в описании рецепт на целую порцию. Я отправляю сюда второе яйцо. Так, и опять размешиваю. Нам нужно добиться, чтобы тесто стало эластичным и оно стекало с лопатки. Вот сейчас я, когда приготовлю его, я вам покажу, какое по консистенции тесто должно получиться. Вот такое вот тесто, смотрите, вот оно стекает, видите? Вот такое по консистенции тесто должно получиться. Сейчас вот я беру и вот так вот наклоняем. Вот смотрите, лопаточка, хопа, и оно стекает. Все, тесто у нас готово. Теперь отправляем его в кондитерский пакет. Делаем насадку круглую, обычную круглую насадочку, диаметром 0,8 и 1 см. Примерно так. И пока нагревается духовой шкаф, я, значит, покажу вам, как мы приготовим наш противень. Значит, выпекать я буду пирожные шу на обратной стороне противня. Для чего это нужно? Для того, чтобы циркуляция воздуха, вот эти бортики, они не мешали циркуляции воздуха между пирожными. И тогда они пропекутся и будут равномерно. Выпекать мы будем в духовом шкафу на среднем уровне при температуре 175 градусов. Конвекцию включать не нужно, будет работать только верх и низ духового шкафа. Значит, я покажу, как я сделал. Значит, я нарисовал на обратной стороне пергамента просто карандашом кружочки, вот такие вот диаметром 5 см. На обратной стороне можно напечатать на принтере такой шаблон и подложить под пергамент, то есть здесь кому как угодно. Если была бы пергаментная бумага темного цвета, значит, можно было поступить еще проще. Вот эту насадочку обмакнуть в муку и постучать просто по пергаменту. И тогда получился бы трафарет. Но на белой пергаментной бумаге плохо видно, поэтому я обошелся вот так карандашом. Значит, укладываем пергаментную бумагу и готовим заварное тесто для того, чтобы отсадить пирожное. После того, как отсадили заварные заготовки, достаем наш хорошо замороженный кракелин. Вот видите, как он заморозился. Снимаем пленочку. Вот так вот. Видите? Хорошо она отделяется. Так. И прорезаем заготовки кракелина. Вот так раз. Вот такие вот монетки, видите, получаются кракелина. И вот эти шапочки мы устанавливаем монетки на наши заварные заготовки. Вот такие вот они, видите? Все. Отправляем в духовой шкаф при температуре 175 градусов на 30-40 минут. Итак, прошло 35 минут. Мои, значит, шукеты или пирожный шу готовы. Я их достал из духового шкафа. Сейчас я их переложу на поверхность и дам им остыть до теплого состояния. После того, как они станут теплыми, мы будем срезать с них крышечку. Для этого нам понадобится вот такой нож-впилка или обычный нож, но очень острый. Вот такие замечательные пирожные шу у меня получились. Пока заготовка для пирожных. Я их отставляю в сторону. Сейчас остываться до комнатной температуры. И пока они остывают, я готовлю крем. Итак, достаем холодные сливки. И достаем нашу заготовку с заварного крема. Готовим крем. Значит, я в чашу миксера отправил холодные сливки 33-35%. У меня 33%. Они должны быть очень хорошо охлажденные. Мы взбиваем их миксером до плотных пиков. Вот такие сливки должны получиться. Я их взбил до плотных пиков. Теперь, значит, миксер больше не понадобится. Так. Теперь к взбитым сливкам мне нужно добавить 30% нашего заварного крема, который у нас хорошо охладился и стоял в холодильнике. И перемешиваем до однородности. Я смешал заварной крем со взбитыми сливками. Вот смотрите, какой плотный крем получается. Видите, много заварного крема добавлять не нужно. И он вот такой будет плотный. Он прекрасно держит форму, что нам, собственно, и нужно. Сейчас я переложу крем в кондитерский пакет и уберу его в холодильник, пока буду заниматься, значит, нашими пирожными. Крем у меня отдыхает сейчас в холодильнике пока. Он дождается своей очереди. Что мне нужно сейчас делать? Мне нужно шляпки наших пирожен срезать. Для этого я буду использовать вот такой нож-пилку. Я как же говорил, что можете использовать обычный острый нож. Поэтому ничего страшного нет. Берем пирожное и вот так вот аккуратненько срезаем. Вот так шляпки срезаю. Вот здесь у нас дырочка такая, куда мы будем начинять наш крем. Ну и сейчас я вам покажу. Я пока не буду все срезать. Что можно сделать? Берем шляпочку, ложим на поверхность. Если где-то неровно обрезали, можно вот таким вот, такой формой, как мы делали с вами, отсаживали, просто подровнять края. Вот так вот. Чтобы у нас все шляпки были одинаковые. Вот так вот. Приступаем к наполнению наших пирожен кремом. Значит, они у меня остыли. Берем пирожное. Внутри оно вот такое вот полое, пустое. Значит, оно у нас будет с небольшим секретом. Внутрь я буду ложить коктейльную вишню. Она без косточек, но безумно вкусная. Значит, смотрите, что мы делаем. Чуть-чуть крема выдавливаем. Теперь укладываю туда вишенку. Так, хоп. Теперь заполняем кремом по кругу. Делаем такую пирамидку. Теперь сверху укладываем шляпку. Вот такую вот с кракелином. Чуть-чуть придавливаем. Теперь сверху делаем еще звездочку. Вот такую вот. Укладываем вишенку с веточкой. И украсить можно мятой. Добавить такого контраста к нашей вишенке. И перекладываем. Вот такое вкуснейшее пирожное шу у меня сегодня получилось. Спасибо, что были сегодня со мной. Что подписываетесь на мой канал. Подробный рецепт вы сможете найти в описании данного видео. Всем пока-пока!